Если вы давно не совершали добрых дел, но давно задумываетесь, с чего начинается благотворительность? Если вы просто не можете оставаться в стороне, когда знаете, что кому-то рядом нужна помощь, в ближайший час мы просим вас провести вместе с нами. В эфире четвертого канала «Стартуй телемарафон. Вместе сможем все». Здравствуйте. Для ребенка своего хочу детство, потому что из ее семи лет уже три года мы лечимся. Истории, к которым невозможно отнестись равнодушно. Сегодня в прямом эфире вы сможете спасти жизнь и здоровье сразу нескольких детей. Мы не можем приобрести эти лекарства за государственный счет. Больница не может их купить. Когда нет времени на спасение, через что приходится проходить семьям, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями у ребенка и почему помогать должны именно мы? Деньги, которые могли бы быть потрачены на демократичные гладиолусы или роскошные розы, перечисляют на лечение детей. Только ли деньги могут спасти маленькую жизнь? Расскажем о том, какие виды благотворительности существуют сегодня, приобщать к которым можно даже детей. Спасибо вам большое. Благодаря вам теперь мои мечты сбываются. Истории, которые вдохновляют. Расскажем о том, как сложились судьбы детей, которые уже были участниками нашего марафона и благодаря вашей помощи смогли выздороветь. Сегодня первый день лета и день защиты детей. В этот день традиционно принято дарить подарки. Детям заботятся о них, проявлять всяческую заботу. Да, еще родители обычно в этот день поздравляют. Нам тоже на самом деле хочется дарить подарки, поздравлять всех. Но только вот адресатов мы выбрали необычных, потому что это семьи, которые на какое-то время лишились счастья. Потому что когда болеет твой ребенок, мир вокруг, ну он попросту останавливается. Особенно в ситуации, если лекарства, а зачастую это десятки, сотни, а иногда даже миллионы рублей. Ну, собрать на это деньги самому просто невозможно. Такие большие суммы можно собрать только объединившись, только всем вместе. Телекомпания 4 канал не раз уже доказывала, что все это возможно. И благодаря вам, нашим телезрителям, которые участвуют в телемарафоне «Вместе сможем все», мы оказали помощь 3200 детей. Это прекрасная цифра. И, конечно, на достигнутых результатах мы останавливаться не будем. Сегодня мы продолжаем быть проводниками, по сути дела, между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто готов ее оказать. Сейчас, вашему вниманию, истории пятерых детей. Стоимость лечения, общая на них всех сумма, составляет почти 14,5 миллионов рублей. Маленькой Насте, которая на детскую площадку приходит только в маске и перчатках, и то раз в две недели очень завидует Егора Аня. В онкоцентре они уже долгие месяцы и мечтают просто выйти на улицу. Нам даже пыль уличная противопоказана, потому что здесь грибы и всякие инфекции несет он с собой. У всех троих острый лейкоз. Собственного иммунитета почти нет. Его специально подавляют перед пересадкой костного мозга, чтобы донорские клетки прижились. Зачем такие жертвы, спросите вы? Только так можно войти в заветную ремиссию и победить рак. Я бы хотела, чтобы мой ребенок был здоров и жила обычной жизнью, пошла в школу, как обычные дети, и жила счастливой, просто счастливой жизнью. И чтобы сделать первый шаг в эту счастливую жизнь, нужно побороть вирусы, которые одолевают ослабший после пересадки организм. Но спасительные лекарства в России не зарегистрированы и стоят больших денег. ВОЗ их осуществляется из-за рубежа, и они дорогостоящие. Поэтому мы обращаемся к благотворительным фондам, чтобы помогли в приобретении этих препаратов. На несколько флаконов Насте и Ане требуется по 600 тысяч рублей, Егору 400. Зато потом, когда организм окрепнет, они смогут вернуться в детство, которое отобрала болезнь. Егор будет общаться с друзьями вживую, а не по видеосвязи. Аня, наконец, затискает кошку. А Настя вдоволь объестся продуктов, которые сейчас запрещают врачи. Я объем за первую очередь салат, а потом в вторую очередь я буду есть лосося с бутербродом. Когда все эти карантины закончатся, то я буду поваром. Буду всякие салатики там, гамбургеры делать. А еще вновь сможет забираться на горки сама, без помощи мамы. На детской площадке вдоволь наиграется и маленькая Мирослава. Сейчас девочка быстро устает и часто падает. Правая ножка, короче, левой на целых 6 сантиметров. И с возрастом разница будет все заметнее. У девочки не сформирован тазоведренный сустав, кости не на чем держаться. И ножка попросту не растет. Она не может, не умеет прыгать. А ей очень хочется попрыгать, побегать, поскакать, так же, как другие детки. Подарить Мирославе счастливое детство готов доктор американской клиники. Ножка останется подвижной и будет расти. Реконструкция сустава обойдется в 12 миллионов рублей. Зато к 4 годам все закончится, и девочка сможет забыть о недуге. Я хочу слышать птички, копают, разговариваться с друзьями. Совсем простая мечта и у 10-летней Лизы Ефремченко – слышать. Шелест листьев и голос мамы. Девочка рискует стать глухонемой, если срочно не купить мощные слуховые аппараты. Старые совсем износились, и в них появились посторонние шумы. А те, что выдают бесплатно, не подходят. Цена вопроса – 120 тысяч рублей. Чтобы она чувствовала себя обычным, счастливым ребенком, как и остальные дети, да, наравне. И в наших с вами силах исполнить детские мечты. Это же так просто. Вместо чашки кофе по пути на работу отправить деньги в благотворительный фонд. Помочь детям очень просто. Вы сейчас посмотрели сюжет о детях, которые в течение этого эфира мы рассказываем. Для этого нужно всего лишь на короткий номер 3434 отправить сообщение со словом «Друзья», поставить пробел и указать сумму. Например, «Друзья» пробел 100, «Друзья» пробел 500, «Друзья» пробел 10 тысяч. Любая сумма, по сути дела, здесь возможна. Этот номер работает для абонентов МТС, Билайн и Мегафон. Также перечислить деньги можно и любым другим удобным для вас способом. Например, на сайте фонда «Мы вместе» есть подробные истории о каждом ребенке. А также там есть раздел, где можно сделать банковский перевод. Сейчас, внимание на экран, вы увидите счетчик. О начале марафона мы заявляли еще неделю назад. И за это время удалось собрать более 600 тысяч рублей. И, конечно, надеемся, что в течение этого вечера, этого эфира сумма будет неуклонно расти вверх. Ну, а затем все эти деньги будут перечислены тем детям, которым нужна помощь, и которым мы сегодня рассказываем в нашем телемарафоне. Я напомню, что это 5 историй, и общая сумма для сбора 14,5 миллионов рублей. А сейчас я еще раз напомню. Номер 3434 для абонентов МТС, Билайн и Мегафон. Туда вы отправляете слово «друзья» и через пробел ставите сумму пожертвования. Также сделать банковский перевод можно через сайт фонда «Мы вместе». Не откладывайте это действие в долгий ящик. Прямо сейчас сделайте и в течение всего эфира продолжайте, и продолжайте, и продолжайте. Надо сказать, что за последние десятилетия ситуация с благотворительностью в России довольно серьезно изменилась. Стало больше жертвователей. Это, безусловно, хорошо, потому как дети, которые фактически не могли получить помощь, эту помощь получают. И самое главное, они выигрывают время. А время в этих историях – это самый дорогой ресурс. И, к сожалению, на него нет никаких государственных квот. Единственное, что может помочь приобрести вот этот вот источник, буквально опередить болезнь, да, это наши с вами пожертвования, наши с вами добрые сердца. Иначе страшные диагнозы, которые сейчас есть у детей, которые все чаще диагностируют, ну просто их невозможно победить. И, кстати говоря, очень хорошо, что фондов стало больше, потому что действительно эту помощь получить проще по большому счету. С одной стороны, хорошо, что их стало больше, но обратная сторона монеты – люди стали бояться, что появились мошенники, и поэтому жертвуют с большой осторожностью, либо вообще не жертвуют. Поэтому мы специально из года в год устраиваем телемарафон «Вместе сможем все», с фондом «Мы вместе». И буквально за все это время фонд стал родным, то есть этот фонд, который имеет к нам непосредственное отношение. Да, здесь нужно сказать, почему мы так доверяем фонду «Мы вместе», почему мы являемся не просто даже друзьями, но фактически родственниками. Все дело в том, что фонд «Мы вместе» когда-то вырос, ну, по сути дела, из нашего помещения, из таких же сотрудников, как мы с вами, потому что это была личная инициатива сотрудников 4-го канала. Мы просто решили в какой-то момент оказать помощь, собрать подгузники, и еще было несколько историй. Но внезапно для нас, для такой большой телекомпании стало очень-очень много отзывов. Оказалось, что людей, которые хотят помогать, их много, а детей, которым нужна помощь, их еще больше. И в какой-то момент мы поняли, что сами сотрудники 4-го канала не смогут справляться с тем объемом задач, с той помощью, которая, ну, оказывает ту помощь, которая требуется всем людям. И именно тогда и было принято решение создать фонд «Мы вместе». Причем люди не только хотели, чтобы проводились подобные встречи, когда мы собирали подгузники у торговых центров, они этого требовали. И, соответственно, каждый год мы этим занимались. Мы хотим, чтобы фонд для вас тоже стал родным, поэтому сейчас мы вам покажем историю фонда, кому он помогал, как он развивался, что происходило все эти годы. 14 лет назад 4-й канал показал первые сюжеты о детях, которым нужна наша поддержка. Отклик и от тех, кто хочет помочь, оказался настолько большим, что в 2006 году телекомпания решила отметить день рождения с пользой. В прямом эфире прошел пятичасовой телемарафон, в ходе которого собирали средства на лечение тяжело больных малышей. Специально из Москвы прилетела Светлана Сорокина. Появилась идея, что надо сделать что-то такое, что будет не только развлечением, но и какая-то польза будет от нашего проекта, от нашего дня рождения. Вот тогда стало понятно, что есть те, кто в помощи нуждается, есть те, кто эту помощь может оказать, хочет оказать, но не знает, как это сделать. Здравствуйте, здравствуйте. И мы начинаем телемарафон, благотворительный телемарафон «Вместе сможем все». Так благотворительность стала важной составляющей работы 4-го канала. Однако спустя два года задач по помощи детям стало так много, что потребовались дополнительные силы. Именно тогда было решено создать фонд «Мы вместе». За проведение благотворительного марафона «Вместе сможем все» 4-й канал удостоили высшей телевизионной награды ТЭФИ в номинации «Телевидение и жизнь». Мы подумали о том, что бизнес-бизнесом, но как-то надо тратить себя немножко и на такие общественные цели, нужды благотворительные в том числе. Почти сразу телемарафону стало в телевизоре тесно, и он вышел на улицы. Ведущие 4-го канала вместе с приглашенными звездами проводили благотворительные концерты. Традиционно главными гостями праздника становились дети. Малыши, которым мы с вами помогли стать здоровыми, отплясывали так, будто и не было страшных болезней, капельниц, операций, инвалидных кресел. Наверное, это лучшая награда для тех, кто помогает детям. Желаю здоровья, счастья, и чтобы всегда во всем везло, и чтобы взрослые им помогали. Слова поддержки для тех, кто в них так нуждается, звучали и от детей, которые победили болезнь. Своим примером они показывают все возможное. На этом же празднике мне когда-то тоже собирали деньги. Я решила тоже помочь бедным детям. Я хочу, чтобы все дети были здоровы. С целыми грузовиками благотворители привозили подгузники для маленьких пациентов онкоцентра. Традиционно к акции присоединялись полицейские и раз за разом говорили, чужих детей не бывает. Мы дети! Целая гора подгузников. Я помню, как мы их целыми грузовиками вывозили. Мы напоминаем, что помочь детям очень просто. На короткий номер 3434 отправляйте слово «друзья» и через пробел указываете любую сумму. Например, «друзья» пробел 100, «друзья» пробел 500 тысяч. Номер 3434 работает для абонентов «Билайн», «Мегафон» и «НТС». Перечислить деньги можно и другим удобным для вас способом. Для этого на сайте фонда «Мы вместе» есть специальный раздел, где можно сделать банковский перевод. Обратите внимание на счетчик на ваших экранах. Когда мы только начинали, сумма была 600 тысяч. Сейчас буквально за несколько минут она изменилась и составляет 605 451 рубль. «Друзья», спасибо, что так активно включились. Спасибо вам большое за ваш вклад. Все эти деньги будут перечислены на лечение тех малышей и тех детей-подростков, которые в нашем сегодняшнем эфире присутствуют. Я напомню, что это 5 трогательных историй, на счастливые разрешения которых требуется практически 14,5 миллионов рублей. И эти деньги, безусловно, не соберет практически ни одна современная семья. Безусловно, здесь нужно наше с вами участие. И даже 100 рублей могут изменить ситуацию. 3434 – это номер для абонентов «Билайн», «Мегафон» и «МТС». На этот номер вы отправляете сообщение «Друзья» и через пробел пишете сумму пожертвования. Ну и я напоминаю, что за 14 лет жизни марафона «Адресную помощь» получили 3200 детей. И для кого-то мы покупали авиабилеты для перелета за границу, кому-то помогали приобретать дорогостоящие лекарства. Рекордная сумма сбора для одного ребенка составила 12 миллионов рублей. Если мы сейчас собираем 14 с чем-то на пятерых, то тогда на одного ребенка мы смогли собрать 12 миллионов. Многие дети уже выросли и теперь с гордостью могут рассказать, как они победили рак. На детской площадке маленькая Варя не была с осени. И теперь, кажется, ни одна сила в мире не остановит трехлетнюю девочку перед горками, песочницей и одуванчиками. Наконец-то дорвались до детской площадки, да, Варя? Соскучилась по площадке? Пока еще в маске, но зато вместе с братом и сестру она беззаботно рассекает на самокате. Острый лейкоз почти побежден. Лечение продолжается на уже не в больничных стенах. Почти 3 миллиона рублей на лекарства собрали неравнодушные горожане. Когда мы вернулись из больницы, самое большое счастье было это восстановление семьи. И сейчас они продолжают наверстывать упущенное. Простые детские радости теперь доступны и Никите Трушникову. Мальчик, наконец, вдоволь наелся шоколадок, о которых так мечтал в больнице. Хорошую сторону повернулась моя жизнь, когда меня выписали из больницы. Я пошел домой, кота своего увидела. Историю Никиты мы рассказывали в ходе прошлого телемарафона. У мальчика редкая генетическая болезнь – синдром Вискота-Олдрича. Диагноз поставили как раз в том возрасте, когда так хотелось бегать с ребятами во дворе и кататься на велосипеде. А вместо этого были бесконечные аллергии, дерматиды, простуды. Спасением стала пересадка костного мотка. Деньги на подготовку к ней помогли собрать мы с вами. Я хочу поблагодарить всех людей, которые оказались неравнодушными к нашей проблеме, которые помогли нам. Никита и его мама Ирина точно знают. Если очень захотеть, мечты сбываются. Болезненные капельницы остались позади. Иммунитет с каждым днём крепнет. Никита готовится вернуться в школу и записаться в секцию по борьбе. Он сейчас больше двигается, он не боится упасть, поранится. Мы катались на картах, я обогнала профессионала. Восьмилетняя Таня Аврамченко пошла дальше и теперь гоняет на картах. Она тоже героиня нашего марафона. В онкоцентре провела долгие пять месяцев. Девочка задыхалась и ждала дорогостоящие лекарства. Стандартная химиотерапия ей не помогала. Хочется, Таня. Ничего-то сверхъестественного. Хочется просто обычной жизни. Начинаешь именно вот эту обычную жизнь ценить, тогда, когда ты её лишаешься. Как это можно объяснить, насколько это важно? Это жизнь ребёнка. На лечение Тани с помощью благотворителя удалось собрать почти 6 миллионов рублей. Сегодня девочку не узнать. Как и положено, второклассница, она гоняет голубей и вовсю хохочет со старшей сестрой. Заточение в больничных стенах закончилось. Я рада, что её выпустили, мы можем вместе погулять там, походить. Просто потихоньку возвращаемся к обычной человеческой выезде. Несмотря на те ограничения, в которых мы с вами живём, несмотря на карантины, помощь детям нужна здесь и сейчас. К сожалению, в лечении сложных заболеваний любое промедление может означать проигрыш. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему телемарафону. Это обращение записала к зрителям 4-го канала Лариса Фечина, заместителя главного врача по онкологии и гематологии областной детской клинической больницы. Кстати, доверенное лицо президента Владимира Путина. Да, Лариса Геннадьевна Фечина является тем человеком, мнению которого мы очень доверяем и всегда советуемся в вопросах благотворительности. И она объяснила, почему не всегда детям можно помочь бесплатно, ведь зачастую у маленьких пациентов НК-центра нет самого дорогого ресурса. Ну, собственно, то, о чём мы говорили, речь идёт о времени. Нам очень необходима ваша помощь. Уже в течение многих лет мы сотрудничаем с фондом «Мы вместе». Этот фонд помогает нам обеспечивать наших детей незарегистрированными в Российской Федерации лекарственными препаратами. К сожалению, скорость регистрации лекарств значительно уступает потребности наших пациентов. Для того, чтобы помочь детям, мы не можем приобрести эти лекарства за государственный счёт. Больница не может их купить, потому что законодательно мы не в состоянии потратить на это финансовые средства больницы. В это непростое время вы, уважаемые зрители 4-го канала, добрые люди, могут помочь собрать средства, необходимые для закупки противовирусных препаратов для наших детей. С вашей помощью мы можем пролечить наших детей, и эти дети вернутся успешными и здоровыми в свои семьи. Конечно, перед врачами нашей областной онкологии можно только преклонить голову, потому что мы работаем очень много лет. И их труд по сравнению с нашим, ну, фактически это ничто, потому что изо дня в день они спасают жизни малышей. И, конечно же, видеть и быть свидетелями этих историй – это очень тяжёлый, в том числе и тяжёлый моральный труд. Ну, они спасают, а мы освещаем, то есть действуем в такой связке. У нас сегодня в студии Сумина Мария, врач и генетик клиника диагностического центра охраны здоровья матери и ребёнка. Мы с ней сейчас поговорим о генетических болезнях, о том, как они лечатся. Мария Геннадьевна, здравствуйте. Добрый вечер. Мы знаем, что за последние десятилетия генетика шагнула намного вперёд, сделала огромные просто шаги. Скажите, пожалуйста, сейчас реально диагностировать какие-то сложные генетические заболевания до их возникновения, предупреждать, по сути дела? Ну да, действительно, за последнее время, за последние годы случился очень такой большой прорыв, скачок в наших возможностях, как диагностических, так и в лечении ряда генетических заболеваний. И действительно, сейчас мы, в общем-то, имеем возможность выявлять носительство заболеваний как у супружеских пар ещё до наступления беременности, так это и различные скрининги во время беременности пренатальные, направленные на профилактику рождения ребёнка с генетической патологией. Это ранние скрининги досимптоматические после рождения, неонатальные скрининги. Вот то, что берут анализ у детей из пяточки, да? Да, это программа неонатального скрининга, которая существует уже много лет во многих странах мира, и в том числе и в нашей стране. И с помощью этого скрининга выявляются настоящие... Опасные заболевания, по сути дела, зачастую несовместимы с жизнью, ведь если не оказывают лечение. Ну, в основном, да, это заболевания, которые либо приводят к ранней смерти ребёнка, либо они имеют неблагоприятный прогноз, если выявлено уже поздно. А вот такой вопрос у меня. Всё-таки название специалиста генетик в жизни многих людей, оно всё-таки возникает уже после того, как обнаружена какая-то патология. В наших современных реалиях, в связи с тем, что произошёл большой скачок в развитии медицины в этом направлении, супружеским парам в какой момент к вам нужно приходить? Ведь многие, минуя этот кабинет, заводят детей. Нужно ли приходить? То есть во время беременности, по идее, нужно уже... Или до её наступления, при планировании на беременности. Да, в идеальной ситуации это скорее должно быть при планировании беременности, причём это можно рекомендовать абсолютно любой семье, даже тем, где нет никаких сведений о том, что кто-то болел среди близких родственников. То есть такую консультацию можно рекомендовать абсолютно любой супружеской паре, которая планирует беременность. И сейчас есть возможность проверить любого человека на носительство, по крайней мере, частых генетических заболеваний, которые встречаются с высокой частотой. Хорошо. Это если их можно диагностировать на ранней стадии, если всё-таки мы нашли какое-то генетическое отклонение, сам ген можно починить или уже нет? Или генетик в этом случае уже бесполезен? Ну, надо сказать, что в лечении наследственных генетических заболеваний за последние годы тоже наметился очень большой такой прорыв, скачок. То есть мы на сегодняшний день достаточно относительно большое количество наследственных заболеваний имеют тот или иной вариант лечения, который позволяет добиться очень хороших результатов. А что вы подразумеваете под хорошими результатами? Это, например, снятие инвалидизации? Это просто жизнь? Это в каждом случае разная цель. Чем раньше мы выявили заболевание, в идеале до появления симптомов, тем больше шансов на то, что человек в итоге будет иметь полноценную жизнь. А насколько в этом случае подобное лечение доступно в России? И в каких случаях всё-таки мы должны рассчитывать на помощь тех же самых благотворителей или лечения за рубежом? В Российской Федерации часть препаратов, которые используются по всему миру для лечения редких орфанных заболеваний, они зарегистрированы. И финансирование такого лечения обеспечивается государственными программами на разных уровнях. Это и федеральные программы, это и региональные программы. Но часть препаратов, которые ещё не дошли до регистрации в Российской Федерации, доступ к ним, конечно, он ограничен. Тогда, наверное, это уже получается вопрос даже не про медицину, а больше про фармацевтику. Почему регистрация препарата занимает так много времени? Ведь часто, когда мы рассказываем о детях в нашем телевизионном эфире, мы как раз-таки сталкиваемся с тем, что лечение есть, но добыть его здесь и сейчас на территории нашей страны не представляется возможным. Ну, регистрация препаратов – это сложный процесс, это сложный процесс на таком государственном уровне. И, скорее всего, врачи тут делают всё возможное для того, чтобы показать, доказать необходимость. Таких препаратов, вот, а вопросы о регистрации конкретного препарата решаются уже в несколько ином уровне. По всем фронтам, в общем, работать. Мария Геннадьевна, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Мы напоминаем, у нас в студии была Мария Сумина, врач-генетик клиника-технического центра охраны здоровья матери и ребёнка. Но вообще, знаешь, Ник, на самом деле ведь есть прекрасная возможность помогать не только финансово. Да, безусловно. И специально для этого фонд «Мы вместе» разработал очень интересные программы, которые зачастую превращаются не просто в помощь и благотворительность, это целые квесты для детей, и это просто такое благое дело, которому вы можете приучить своего ребёнка. Благотворительность может быть вкусной. За несколько часов вас научат готовить плов так, как это делают только в ресторанах, или помогут освоить рецепты любимых десертов. А ещё каждую неделю фонд «Мы вместе» в соцсетях проводит аукцион сладостей. Среди лотов торты, маффины и другие мечты сладкоежек. Все вырученные деньги идут на помощь тяжело больным детям. Помогать можно и во время шоппинга. Процент от продаж в пользу тех, кто нуждается в дорогостоящем лечении, перечисляют службы доставки еды, кондитерские, кофейни, аптеки, продавцы детских товаров и даже консультанты по вопросам страховки. Уже несколько лет подряд в школах Екатеринбурга проводят акцию «Дети и цветы». 1 сентября школьники и их родители приобретают лишь один букет для учителя, а все остальные деньги, которые могли бы быть потрачены на демократичные гладиолусы или роскошные розы, перечисляют на лечение детей. Крупным компаниям предлагают часть сувенирного бюджета направлять на покупку лекарств для детей и больных раком. Взамен фонд подготовит трогательные открытки о том, что в подарке не просто дежурный сувенир, а реальное доброе дело, помогающее спасти жизнь конкретного ребенка. Благотворительная ярмарка ручных изделий работает круглый год. Интерьерные куклы, детские игрушки, картины и украшения – все в единственном экземпляре. Это ведь так просто, да, вот так вот раз в месяц придумал, да, какую-то благотворительную акцию и проводишь ее. Да, безусловно. И неважно, чем ты занимаешься – печешь торты, стримишь, снимаешь видео, фотографируешь. Можно по-всякому отчислять деньги. Да, вот, например, фотограф Дарья Комарова, она бесплатно снимала подопечных фондом «Мы вместе» и стала автором удивительной выставки «Мы победили». С портретов улыбаются здоровые и счастливые дети. До и после разница колоссальная. Вы только посмотрите, как изменилась их жизнь после того, как неравнодушные люди помогли всем мирам, этим малышам собирали деньги на лекарства и операции с границей. И теперь они живут, взрослеют и радуются так же, как и сверстники. Я очень люблю фотографировать, и для меня это не составляет большого труда, сделать хорошее дело, помочь деткам. И это не обязательно тратить какую-то сумму денег для этого. Можно помочь своим трудом и сделать хорошее дело. То есть такое два в одном. Для меня это очень хороший повод выразить свою гражданскую позицию, что я хочу помогать, хочу делать что-то доброе для детей. Вот как уже сказал Ваня, неважно, чем ты занимаешься и кто ты по профессии, найти способ делать благое дело может абсолютно каждый. Ну и наша задача с Ваней сегодня – воодушевить вас на подобное. И что сделали наши редакторы, и я вам честно сейчас скажу, что сейчас у меня, как у любой девчонки, несмотря на ту большую задачу и тот большой объем работы, который я здесь и сейчас выполняю, у меня вот так вот перед глазами все сверкает. Ваня сейчас расскажет, о чем я. Поэтому я буду представлять наших гостей. У нас в студии сейчас находится Оксана Туз. Она устроитель благотворительных аукционов, делает украшения, разыгрывает их. И Елена Теребенина, она участница аукциона, которая, собственно, приобрела эти самые прекрасные вещи, которые сейчас на стойке лежат. Рассказывайте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы такую красоту к нам принесли. Я не знаю, передают ли это наши камеры или нет, но у нас, честно, все сейчас сияет. И я вот только-только могу смотреть на эти украшения, которые здесь у нас расположены на столике. Что за украшения, расскажите. Я создаю украшения для невест, для девушек, для маленьких девочек, на любые праздники, на любые торжества. И просто даже в обычный день их можно носить. Это ваша основная профессия или это хобби? Ну, это хобби, которое уже переросло, наверное, во второе дело, которым я живу, болею. Оксана, что подтолкнуло вас заняться вот именно этим? Почему благотворительность? Какая-то история жизни? С чем это связано? Ну, я не знаю. Я как-то всю жизнь всегда всем помогала. Потом где-то лет пять назад мы познакомились с фондом вместе. И мы уже на протяжении более пяти лет дружим, помогаем. Я делаю разные проекты, предоставляю украшения для их ярмарок, аукционы, провожу аукционы у себя на страничках в соцсетях. В общем, наша дружба, как это уже бесконечно, мне кажется. Мы сегодня вспоминали, как это все началось. И как же, Левшу, расскажите, нам очень интересно. Я решила сделать один из проектов. Искала для себя фонд, которому можно будет помочь. И выбрала именно этот фонд. И, в общем, у нас это вот так не получилось. А почему? Что вас именно привлекло? Чем привлекло этот фонд? Ну, во-первых, потому что это дети. И детям хочется всегда помогать. Хочется, чтобы они жили здоровой, счастливой жизнью. Поэтому вот выбор пал именно на этот фонд. И мы дружим. А у меня вопрос для Елены. Елена, что вы испытывали, когда приобретали аукционные вещи, зная, что они пойдут именно на благотворительность детей? А можно я еще отвечу на один вопрос? Вообще, с чего у меня это началось? Да, конечно. А началось с фонда «Мы вместе», потому что в 2006 году, когда четвертый канал вместе... Как давно. С фондом «Мы вместе» собирал подгузники. Это же был первый раз. Конечно. В 2006 году все началось. Я сама была тем человеком, который покупала, приезжала, отдавала, подбивала огромное количество людей. Потом от предприятия мы покупали целые газели, привозили, выгружали. Поэтому с 2006 года я помню всю эту историю, как она развивалась. Мне очень приятно участвовать уже на протяжении 14 лет в сборе денежных средств. То есть в данном случае это лишь продолжение той самой цепочки, да? Конечно. Вы знаете, у нас есть супруга вообще в семье философия. На Руси раньше было понятие «десятина». То есть 10% дохода, который ты зарабатываешь, ты должен отдать обратно в общество. И вот мы своих детей этому обучаем. Мы сами придерживаемся. И много лет уже этого. То есть часть средств, которые мы зарабатываем, мы передаем обязательно на благотворительность. И, конечно же, только проверенным фондом. А здесь, когда такая интересная форма благотворительности еще была использована, да, не только можно поучаствовать, сделать вклад, но еще и приобрести для себя интересные изделия. К сожалению, здесь его нет, то, что я приобрела. Но, поверьте, оно такое же прекрасное, как все, что делает Оксана. Поэтому я рада, что появились новые форматы именно благотворительности. Ну, Оксана принесла очень много всего интересного в студию. Давайте что-нибудь поближе попробуем рассмотреть. Сейчас я могу вам примерить корону. Меня коронуют в прямом эфире. Спасибо. Кстати, Оксана, пока примеряйте, у тебя очень. Скажите, насколько охотно. На какую камеру мне посмотреть? Давайте я готова участвовать в качестве модели и покрутиться. Пока ты позируешь, я Оксане задам вопрос. Оксана, сколько легко люди идут на встречу? Как они откликаются? Есть ли, все ли идут плавно или есть какой-то негатив? Когда вот говоришь людям, нужно бы помочь, а они такие, нет, нет, нет. То в моем окружении таких людей нет, кто негативно реагирует на такие вещи. То есть в прошлом году я очень много проводила таких аукционов у себя в Инстаграме. И люди принимали участие даже из других городов. То есть я отправляла очень много посылок со своими украшениями. И активно все участвовали. Я думаю, Веронике приглянулась. Ты ведь купишь, да, Вероника? Безусловно, безусловно. Оксана, я никому не отдам эту корону. Она уйдет со мной домой. Посмотрите, какая красота. Ты прекрасна, Вероника. Оксана, спасибо большое, что дарите такие положительные эмоции. Спасибо за дело, которое вы делаете. Ну и, конечно же, спасибо людям. Елена, вам спасибо за то, что вы это поддерживаете. Ну и вклад про десятую часть довольно хорошо звучит. Надо взять на вооружение. Потому что, да, это ведь немного на самом деле для одной семьи. Да. Ну, смотря для какой семьи. Но в целом ведь не обязательно 10%. От общего дохода. Это может быть и 5, и доходить одна смска в месяц. Это не проблема. Мы напоминаем, у нас в студии была Оксана Туз, устроитель благотворительных аукционов, которая делает украшения, и Елена Теребенина, которая участвует уже с 2006 года в акциях фонда «Вместе с мужем все» и в телемарафоне 4 канала. Мы напоминаем, что помочь очень просто. Сегодня мы, ну и не только сегодня, всегда можем отправлять на номер 3434 к сообщению со словом «друзья» через пробел указывать сумму. Например, «друзья» пробел 100 тысяч, «друзья» пробел 10 миллионов. Это я сейчас к олигархам обращаюсь. Да, я напоминаю, что номер 3434 работает для абонентов «Билайн», «Мегафон» и «МТС». Перечислить можно деньги любым другим удобным для вас способом. Для этого на сайте фонда «Мы вместе» есть специальный раздел, где перевод можно сделать, например, с помощью банковской карты. Простой и понятный способ для большинства пользователей мобильных приложений и современных гаджетов. Ну и также я хочу напомнить еще раз, чтобы наши режиссеры попросили, чтобы они показали те прекрасные украшения, которые делает Оксана. На самом деле у фонда «Мы вместе» существует много подобных акций, которые проводит фонд «Мы вместе» для того, чтобы люди могли пожертвовать деньги любым удобным способом. Вот любое из тех украшений, которые вы сейчас здесь видите, можно приобрести, оставить его себе на память, как о добром моменте, о вашем участии в благотворительности. Вы будете помнить, как вы помогли, кому вы конкретно помогли, потому что мы сегодня рассказываем конкретные истории. Ну и, в общем-то, собственно, у вас останется что-то на память. Обратите внимание на счетчик, который вы видите на своих экранах. Там сумма у нас непрестанно меняется. Это означает, что вы, наши телезрители, отправляете сообщение номер 3434 с разными суммами. Спасибо вам за это большое. В конце выпуска мы подведем итоги. Да, ну и хочется сказать, что на самом деле благотворительность, она воодушевляет не только тех, кому помогают, но и те, кто помогают, тоже испытывают на самом деле в этот момент радость, воодушевление. Ну и просто как-то жизнь становится ярче. Большой друг нашего телемарафона Татьяна Мерзлякова, полномоченной по правам человека в Свердловской области, сказала, что лучшего примера для детей и быть не может. Ну и мы с ней, конечно же, абсолютно согласны. Конечно, хотелось бы, чтобы все и всегда было обеспечено за счет государства. Но даже самые обеспеченные государства мира проводят марафоны, проводят благотворительные акции, проводят вечеринки, где собирают средства. И у нас это тоже вошло в традицию. В то же время есть так много необходимого, которое как-то считается не совсем государственной обязанностью. Они должны иметь какие-то игрушки особенные, они должны иметь подушки особенные, они должны иметь какие-то стетоскопы красивые. Ну вот что-то такое, что может сделать общество. И, в общем-то, я бы хотела, чтобы те, кто задают вопрос, почему это не обеспечивает медицина, они так и остались при себе. А люди должны идти и щедро дарить те же памперсы. Вот памперсов никогда не бывает много. Вот никогда это не будет лишним. Просто не спрашивайте, почему, а приходите, дарите. Ребенок должен в этом тоже соучаствовать, в том, что мы будем делать нынче. Перечисляем деньги, нажимаем на телефонный звонок или еще что-то. Мне кажется, это очень хорошее средство еще воспитания детей. И я убеждена, за все воздастся. Жизнь показывает, что действительно те, кто щедр, он получает. А мы напоминаем те истории, о которых мы сегодня рассказываем, о судьбах тех детей, которые попали в наш телемарафон. И на очереди, ну вот лично для меня, самая-самая трогательная история, потому что в нашей с вами помощи нуждается Мирослава Кулагина. Ну вот посмотрите, какой-то замечательный ребенок с таким невероятным стремлением жить и познавать этот мир. Сумму нужно собрать огромную. Это 12 миллионов рублей. Только объединившись, мы сможем помочь девочке. О том, что у девочки могут быть проблемы с ножками, ее маме врачи сообщили еще до рождения. Тогда говорили, что исправить ситуацию можно будет с помощью аппарата Елизарова. Но все оказалось гораздо серьезнее. У Мирославы не сформирован тазобедренный сустав. Образно говоря, это шарнир, на котором держится кость. Так вот, правой ножке просто не на чем держаться. Она не растет и уже сейчас короче левой на целых 6 сантиметров. И с возрастом эта разница будет только увеличиваться. Если не сделать операцию, к 18 годам так и не выросшую ножку придется ампутировать. Помочь Мирославе сформировать тазобедренный сустав готов доктор американской клиники. Лечение предстоит долгое. Зато к 4 годам девочка забудет о недуге. Ножка продолжит расти и будет точно такая же, как и правая малышка. Сможет бегать и прыгать. Что еще нужно ребенку для счастья? Играть вместе с другими детьми на детской площадке очень хочет и 10-летняя Лиза. Но с каждым днем девочка слышит все хуже и рискует остаться глухонемой. Дело в том, что старые слуховые аппараты износились. В них появились посторонние шумы. Так грохот проезжающих мимо автомобилей звучит громче, чем сама речь. Лиза перестала понимать учителя в школе, потому что не слышит его, а сверстники теперь не понимают ее. Аппараты, которые полагаются плохо слышащим детям, бесплатно, слишком слабы и не подходят. Мощные многоканальные аппараты стоят 120 тысяч рублей. И в наших с вами силах сделать так, чтобы Лиза слышала птиц и музыку, под которую очень любит танцевать. Навсегда в тишине рисковала остаться и Люба Пермякова. Девочка родилась без слуховых проходов. На их месте была просто кость. Два года назад с вашей помощью удалось собрать 1 миллион 700 тысяч рублей. Сделали операцию, избавились от слухового аппарата, который переводил звуковые волны в вибрации. Ну а дальше дело было за американскими врачами, которые, на мой взгляд, совершили настоящее чудо. Потому что им удалось, во-первых, сформировать слуховые проходы, а также барабанные перепонки. И теперь Люба слышит, сама ходит в школу и, мало того, она учится играть на скрипке. Я очень надеюсь, что сегодня мы сможем послушать, как Люба играет, потому как сегодня она у нас в гостях вместе с мамой Ольгой и папой Евгением. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Я хочу сказать нашим зрителям, что эта семья является свидетелем вот того чуда, которое мы вместе с вами можем совершить вместе. Потому что шансы на выздоровление, Люба, ну фактически, я так понимаю, что они были незначительными, если бы не та помощь, которая была вам оказана. Да, если бы не операция. Я знаю, что Люба слышала, когда она была маленькой, но затем ее слух начал ухудшаться. С чем это связано? Это связано с тем, что она взрослела, кости черепа утолщались и постепенно проводимость звука становилась хуже. То есть ее организм способностью слышать обладал именно из-за того, что слуховой канал был сформирован неверно, звук плохо доходил до мозга. Правильно выходит? Да, правильно. Ну вот сейчас, когда второй класс вы окончили, прошел уже первый за плечами, само обучение в школе, как проходит? Все ли нормально? Слышишь ли ты учителя? Я слышу учителя хорошо и все нормально. Ой, как это замечательно. Ну я так понимаю, что Люба слышит и музыку, раз она сама может ее воспроизводить. Люба, мы можем тебя попросить сыграть нам что-нибудь, исполнить что-нибудь для нас? Можете. Ой, спасибо большое, Люба, мы просим тебя. А папа что, аккомпанировать будет? Да. А, ну то есть папа на укулеле, ты будешь на скрипке? Да. Хорошо, мы готовы. А на грето? Да. Спасибо. 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 Я поаплодирую. Да, я присоединяюсь. Ты молодец. Спасибо, Люба. Пожалуйста. Куда вот возникло это желание играть на скрипке? Это как-то помогает слуху быстрее восстановиться или это спонтанное желание? Это спонтанное. Спонтанное? То есть просто ты хотела играть? Да. Ну, я так понимаю, что два года назад, когда операции еще не было, мы когда общались с Ольгой, вы тогда еще только готовились к операции, у нас есть эта самая запись. Я предлагаю нашим зрителям послушать, как это было два года назад. Очень хочется, чтобы мой ребенок был здоровым, чтобы она могла слышать точно так же, как и обычные дети, ходить в общеобразовательную школу, чтобы мы могли читать сказки на ночь, чтобы мы могли купаться и в это время разговаривать, чтобы мы могли носить толстую шапку. И она все слышала, что происходит вокруг нее на улице. Теперь сказки на ночь звучат? Да. Что мама читает? Я уже сама очень толстые книги читала. Серьезно? А какие у тебя любимые сказки? Расскажи нам, пожалуйста. Что любишь читать? Что нравится? Я люблю читать Гарри Поттера. О, Гарри Поттер. Классика на все времена. Да. Это очень здорово. Я хочу спросить у вас. Вот вы только что видели наши архивные кадры, которые мы сохранили у себя. Как изменилась ваша жизнь благодаря тому, что зрители 4-го канала оказали вот эту помощь вашей семье? Абсолютно. Абсолютно изменилась. Полностью. Каким образом? Что было тогда, что было обыденностью? И что стало сейчас? Если честно, вообще даже просто вот в жар бросила от этих кадров. Ну, действительно, когда ребенок не слышит и когда он начинает слышать, это абсолютно другой мир. Абсолютно другие ощущения. И у нее самой, и, конечно же, у нас. Это очень здорово. Наверное, я знаю, что у вас есть еще и младший ребенок. Наверное, их общение тоже каким-то образом поменялось благодаря этому. Ну, он подрос, да. Ну, играть вместе могут лучше, потому что все равно... Джаз-бэнд составят в будущем. Я хочу сказать нашим зрителям о том, что... Напомнить еще раз, что в нашей студии живой пример того, как может измениться жизнь отдельно взятой семьи. Когда вот такие простые радости могут стать доступны, могут изменить жизнь и маленького человека, которому фонд мы вместе помогаем, и жизнь целой семьи, сделать ее полноценной, нормальной, обычной, наполненной вот таким вот простым, простыми житейскими радостями и счастьем. Присоединяйтесь к нашему марафону. Обязательно присоединяйтесь. Мы желаем вам здоровья. Развивайтесь дальше, участвуйте в различных музыкальных конкурсах, станете лауреатами различных премий. Мы напоминаем, что сегодня у нас в студии была семья Пермяковых. Ольга, мама Любы и Евгений. Папа, спасибо большое, что пришли. Спасибо. Ну а мы напоминаем, что на самом деле сегодня в течение этого часа в нашем телемарафоне есть и другие семьи, которые вот точно так же, как и семья Любы, мечтают об этих простых радостях. Они хотят, чтобы их жизнь наполнилась вот этим вот простым житейским счастьем. Когда их дети смогут кататься на велосипеде, ходить, прыгать, бегать, просто выходить на улицу. Давайте послушаем, что говорят дети, их мама и папа. Они даже не знакомы между собой, но в один голос повторяют. Хотят для своих детей настоящего детства. Я хочу лыжную кошку, потому что у меня энергия может быть на нее. Мне нельзя всяких шорсток в дом заводить. Для ребенка своего хочу детства, потому что из ее семи лет уже три года мы детимся. К главе семейства мне очень больно наблюдать за ситуацией, которая будет в будущем, когда будет вопрос от ребенка, почему она не может прыгать и бегать вместе с детьми. Я хочу, чтобы у меня ребенок развивался и рос, как все обычные дети, чтобы у него было нормальное детство, чтобы у него какая-то жизнь была радостная, но не в сценах больницы. Такую сумму на это лекарство мы сами собрать не сможем. Без помощи благотворителей нам не обойтись. Я буду благодарна каждому, кто поможет нам в сборе средств. Дорогие друзья, цифра на нашем счетчике растет, как мы и предполагали. Спасибо вам большое. Сейчас она уже показывает 621 321 рубль. Спасибо вам большое. Кстати, пока мы только начинали, мы с Вероникой уже отправили сообщение на номер 3434. Сумму мы вам не назовем, но мы это уже сделали, к чему и призываем вас. И также мы напоминаем вам, что трое пациентов областного детского онкологического центра очень нуждаются в нашей с вами помощи. У Насти Муковниной, Ани Котельниковой и Егора Котина острый лейкоз – это рак крови. Все малыши пережили пересадку костного мозга. Только так можно войти в ремиссию. Но дело в том, что перед пересадкой собственный иммунитет ребенка подавляют, чтобы костный мозг прижился. Организм ослабевает, и его начинают атаковать вирусы. Любая инфекция, которую мы с вами даже не заметим, может стать смертельной. Чтобы побороть вирусы, нужны препараты, не зарегистрированные в России. И стоят они сотни тысяч рублей. Зато потом дети, наконец, смогут выйти из больничных палат на улицу. Девочки отрастят волосы, заплетут косички, смогут отправиться на детскую площадку. Увидят родных и друзей не по видеосвязи, а вживую. И детство, наконец, станет детством, без капельниц, масок и людей в белых хаватах. У нас в гостях сегодня одна из подопечных фонда, которая излечилась, Марина Еремина. Марина, мы очень рады тебя видеть. Мы уже общались, да, правда, в другой студии. Рада видеть тебя, такой красивой, цветущей, с прекрасной улыбкой. Расскажи мне, что за это время изменилось в твоей жизни? Ты закончила школу или заканчиваешь? Нет, я вот закончила 10 класс сейчас. Впереди 11? Да. И, собственно, ты уже должна, наверное, строить планы на будущее. Куда поступать? Хочу в нет. После всего произошедшего в моей жизни я поняла, что мой долг в этой жизни – помогать тоже людям. И иду к этой цели. Это прекрасно. Вот представляете, как важно спасти такую жизнь, понимаете? Потому что, спасая такого человека, мы можем подарить помощь десяткам, сотням и тысячам других людей, по большому счету. Слушай, это, знаешь, это как философия определенная. Все в мире не случайно. То есть все вместе помогли выздороветь прекрасному человеку, который в дальнейшем, кстати, может спасти вашу жизнь или жизнь вашего ребенка. Поэтому земля круглая и добро всегда возвращается. Как-то ты уже началась подготовка к поступлению в ВУЗ? Да, я сейчас очень активно готовлюсь, так как впереди сдача ЕГЭ. Я хочу сдать максимальный балл, чтобы все было хорошо. Какие предметы ты сейчас активно изучаешь? Химия, биология. Мне они по душе очень нравятся, и мне с удовольствием их изучать. Как родители отнеслись к твоему выбору, что ты хочешь стать медиком? Ведь профессия нелегкая, мы в двух кубок работаем с онкологами областного детского центра, и это действительно тяжело. Это моральное испытание очень серьезное. Да, я вот понимаю. Еще до болезни я думала, что пойду на врача. И вот после случившегося я прям решила, что да, это то, что я хочу, это то, чем я хочу жить вообще. А выбрала ли ты специализацию, кем ты хочешь быть? Специализацию пока думаю, задумываюсь. Но все равно какие-то, наверное, идеи есть? Как-то ограниченный круг есть? Например, там онколог, терапевт или педиатр? Да, я думала еще над онкологом, стоматологом. Поняла, что онкологом быть очень сложно, очень такие душевные терзания. То есть каждый день видишь больных детей. Это очень прям тяжело. Да. И это еще раз повод, мне кажется, сказать спасибо всем врачам, которые работают с детьми, которые страдают от таких серьезных заболеваний, тем более в условиях, когда не все препараты для их лечения они есть. Это как, знаете, хочется доколиться, знаешь, что можешь человеку помочь, а ресурсов для этого не хватает. Вот поэтому только всем вместе, объединившись, можно помочь. Одной семье нереально найти несколько миллионов. Жизнь ребенка бесценна. Каждый родитель, безусловно, безгранично любит своего ребенка. И в моменты отчаяния, когда уже и квартиру продашь, и машину, если есть, все, что только можешь, заложил, а денег все равно не хватает. И на помощь приходят люди. И благодаря вам, люди, посмотрите на эту прекрасную Марину, которая в дальнейшем планирует стать врачом и спасать, соответственно, дальше жизни. Маша, мы желаем тебе здоровья и желаем тебе удачи на твоем пути. Спасибо, что ты сегодня пришла к нам в студию и показала, что те пожертвования, которые делают зрители 4-го канала, они не напрасны. Они могут превращаться в такую красивую, цветущую жизнь. Здоровья тебе и всего хорошего. Мы напомним нашим зрителям, от чего, кстати, излечилась Марина Еремина. У нее была остеогенная саркома левой бедренной кости. То есть это довольно серьезный диагноз. И поэтому, друзья, даже если что-то не совсем хорошо, не отчаивайтесь, пишите, отправляйте смс, обращайтесь в фонд «Мы вместе» и все «Мы вместе» что-нибудь придумаем. И обязательно справимся. Кстати говоря, на сайте фонда «Мы вместе» есть не только раздел, где вы можете оставлять свои пожертвования и пересылать деньги, но также есть вкладка «Нужна помощь». Поэтому если в вашей жизненной ситуации так произошло, что какой-то ребенок болен, расскажите о фонде «Мы вместе», вам там обязательно помогут. Но, кстати говоря, благотворительность в России хоть и развивается, но развивается не теми темпами, которые есть в других странах. Но вот одно из главных проблем развития филантропии в России называет отсутствие закона о меценатстве. Это закон, который давал бы благотворителям преференции, либо освобождал от налогов, либо от их части. Да, сейчас на данный момент в России в благотворительность вовлечено примерно 20% от всего населения. Ну, согласитесь, что это не такая большая цифра. Кроме того, во всем мире есть такой специальный индекс благотворительности. Так вот, в этом списке, рейтинге наша страна занимает только 117 место из 126. Представляете? Ну, больше половины всех денег, которые, в принципе, жертвуются, они как раз-таки направляются с детям. Еще немного идет на религиозные нужды и совсем-совсем чуть-чуть остаются бездомным. Почему россияне не готовы быть благотворителями? Сейчас вашему вниманию самые распространенные стереотипы о меценатстве. Благотворительность – это для богатых. У меня нет денег на то, чтобы помогать другим. Благотворительность – это не только финансовые пожертвования. Одно из последних направлений – интеллектуальное волонтерство. Вы можете помогать своими умениями, как юрист, дизайнер или другой мастер своего дела. Я боюсь, что мои деньги достанутся мошенникам, а не благотворителям. Для того, чтобы ваши деньги действительно шли на доброе дело, достаточно лишь выбрать надежный благотворительный фонд, который открыто и публично рассказывает о своей деятельности и предоставляет отчеты о потраченных средствах. И, конечно, рассказывает о том, как помощь неравнодушных людей меняет жизнь их подопечных. Я не могу заниматься благотворительностью, потому что я слишком сильно начинаю переживать из-за чужих проблем. Безусловно, некоторые истории трогают до глубины души, но еще больше эмоций помогающий человек испытывает в момент, когда цель достигнута, когда за считанные дни собрана невероятная сумма, и ребенок отправляется на жизненно необходимое лечение, когда курс дорогостоящих лекарств выкуплен, и после приема препаратов у малыша наступает долгожданная ремиссия. Ваше внимание на счетчик. Сумма уже составляет 623 230 рублей. Друзья, спасибо большое. А у нас на очереди очередной гость. И вот если мы до этого говорили спасибо врачам и благодарили медиков за то, что они осуществляют такой, ну, фактически для многих людей непосильный моральный труд, потому что на самом деле работать с родителями, дети, которых страдают от тяжелого заболевания самими детьми, это действительно требует невероятного, колоссального человеческого ресурса в первую очередь. Даже не сколько знаний, а именно вот это умение противостоять тому, что ты борешься со страшной агрессивной болезнью. Вот у нас в студии, на мой взгляд, тоже во многом, ну, святой человек, потому что работать с родителями, с такими семьями, это действительно очень тяжело. Когда ты круглосуточно находишься в контакте с теми семьями, которые нуждаются в помощи, а помощь эта зачастую составляет десятки миллионов рублей, ну, это, конечно, дорогого стоит, и не каждый человек может через это пройти и жить с этим. Мы говорили про благотворительный фонд «Мы вместе», так, собственно, у нас сейчас в студии директор этого благотворительного фонда Ирина Луговых. Ирина, добрый вечер. Ирина, спасибо вам за ваш труд. Человеческое спасибо огромное. Вот правда. Спасибо огромное за добрые слова. Ну, вот можно я начну наш разговор с того, что скажу огромное спасибо нашим благотворителям, которые возвращают к жизни наших детей, которые дарят им простые человеческие радости, которые на протяжении 12 лет существования фонда и 14 лет существования уже фонда-проекта дарят детям здоровье, и вот из них вырастают вот такие замечательные дети. Ну, вам спасибо за то, что вы эту всю энергию аккумулируете. Я знаю, что за этот год у вас появились новые интересные проекты, о которых мы и так подробно, может быть, рассказывали. Мне очень понравилась, например, коробка храбрости, вот эта вот идея. И сегодня мы в эфире о ней не рассказывали. Я думаю, что наш с вами диалог сейчас – это хорошая возможность рассказать о том, как вы помогаете детям, если не с получением лекарств или возможности получить это лечение, а просто пережить вот этот тяжелый период, когда ребенок находится в постоянной изоляции, да еще и в окружении тяжелых процедур. Это коробка храбрости, она же коробка радости. Понимаете, без этого невозможно представить жизнь наших маленьких подопечных в больнице. Почему возникла необходимость в этой коробке? Им тяжело. Существуют болезненные медицинские манипуляции, которые они проходят постоянно, в том числе функции костного мозга, переливание крови и так далее. И когда они заходят в процедурную, видят вот эту вот заветную шкатулочку или коробочку, конечно, настроение у них поднимается, и они понимают, что нужно немножко потерпеть, нужно чуть-чуть проявить силу воли. И дальше они получат заветную игрушку. И вы не представляете, какая это радость смотреть, как вот они маленькие заныривают вот в эту коробочку, и там, значит, достают какую-то вот машинку, о которой они мечтали. Это на самом деле большая радость для ребят, которые лечатся и для ребят, которые собирают, потому что это любимая акция школ. Вообще очень много звонят людей и спрашивают, пожалуйста, мы очень хотим. И она действует, конечно, круглогодично и круглосудочно, потому что эти игрушки, они на расхват, и их много не бывает никогда. А что за игрушки там должны быть в этой коробке? Все, кроме мягких. Они должны, безусловно, быть новые, исправные. Это маленькие пупсы, игрушки, машинки, пазлы. Вот небольшие такие детские радости, которые позволят скрасить больничные будни деткам. Ирина, в последнее время число благотворительное растет, остается на прежнем уровне или падает? Растет. Растет. Счастью растет. Даже несмотря на карантин? Даже несмотря на те ограничения? Вы знаете, даже несмотря на карантин. Это на самом деле ведь не первый кризис такой достаточно масштабный, который мы переживаем. И мы понимаем, что, может быть, это действительно в нашем характере, понимать, что вот когда трудно мне, есть люди, которым еще сложнее. И вот наша благодарность людям, которые поддерживают нас, поддерживают наших детей, она не знает границ. Это очень здорово, очень приятно, конечно, это слышать. Скажите, Ирин, а на какую помощь прежде всего рассчитывает фонд? Потому что есть пожертвования деньгами, да, когда просто ты перечисляешь любую сумму, а есть очень большое количество проектов, которые фонд придумал. Вы заинтересованы в чем все-таки? В том, чтобы была в первую очередь финансовая помощь? Конечно, финансовая помощь – это то, чем мы работаем. Это наш инструмент, который позволяет нам помогать такому большому количеству детей. Но в то же самое время мы понимаем, что благотворительность, она может быть невероятно интересной, она может быть полезной для тех, кто приходит в эту благотворительность. И они, понимаете, вот в результате этих акций мы становимся какой-то невероятно такой большой, сплоченной семьей. И это ощущение, оно греет вообще как людей, благополучателей, так и благотворителей. И вот наши акции, допустим, те же благотворительные мастер-классы, кулинарные мастер-классы проходят на ура, потому что принимают в них участие целые семьи, и это какой-то навык, умение, который люди выносят оттуда, а деньги идут на благое дело. Это сбор макулатуры, который вообще ничего не стоит людям, то есть они аккумулируют это в общем в каком-то уголке, то есть та же школа или какая-то организация предприятия, потом... А крышечки добра. Крышечки добра. Да, да, да. Это тоже совершенно... Несколько слов, пожалуйста, расскажите. Ну, крышечки добра – это для нас, так сказать, новый подход. Это... Мы планируем вообще сейчас в этом плане посотрудничать, конечно, с предприятиями, которые связаны с общественным питанием и с гостиничным бизнесом, но мы сейчас понимаем, что, наверное, не лучшее время, чтобы вот именно там это инициативировать. Но у нас есть школы и детские сады, которые с удовольствием принимают участие в этой акции. То есть ставится некая емкость, куда дети кладут вот эти разноцветные крышки. Вы не представляете, как красиво они выглядят. Вот. И это тоже вот одна из форм благотворительности. Ну, по сути дела, я правильно понимаю, что это является вторсырьем? Вы куда-то это сдаете? Конечно, конечно, конечно. А выручные деньги, они также идут на благое дело, на помощь детям. Да, 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 все правильно. Как это здорово. Каждый год новая акция. Да. Кстати говоря, у нас впереди три летних месяца, а потом все мы дружно, дай бог, пойдем в школу. И вот есть еще одна акция, которая приурочена к первому сентября. Давайте про нее тоже напомним. Что это за акции, Ирина? Первому сентября традиционно стартует наша акция. Когда дети дарят, допустим, букет один своему педагогу, какую-то сумму сэкономленную, скажем, да, они переводят на благотворительные цели. То есть эта акция, она у нас проходит уже, наверное, четвертый или пятый год. То есть акция тоже полюбилась школам. И, вы знаете, вот многие вначале упрекали нас в том, что мы вроде как бы лишаем детей праздника. Что особенно вот первоклашек, что сложная очень профессия у педагога, и педагог должен быть завален вот этими букетами с ног до головы. Но, вы знаете, нам приятно, что на самом деле инициатива идет от администрации школ и от ценных учителей, которые говорят, нам очень приятно, но мне достаточно будет одного букета от всех моих любимых первоклашек. Кстати, Ирина к нам скоро в гости придет классный руководитель одной из школ, и вот мы у нее спросим, как она к этому относится. А вам спасибо большое за ваш труд, за ваш вклад. Мы вам очень за это благодарны. Мы напоминаем, что у нас в студии была Ирина Луговых, директор благотворительного фонда «Мы вместе». Ну и на очереди у нас история, которой мы попытались заразить вас, для того, чтобы вам тоже захотелось совершать добрые дела. Потому что, посмотрите, люди, которые уже это делают, они среди нас. Смотреть на их работы очень приятно, но, что особенно важно, вызывает уважение то, что они часть своих работ переводят в благотворительность, часть денег, часть услуг и так далее. Меня зовут Анна. Я визажист-стилист. Меня зовут Татьяна. Я мастер по изготовлению ручной работы. Меня зовут Настя. Фамилия моя Фортуна. Я хочу помогать детям и готова просить своих клиентов с каждой пятой прически перечислять деньги не мне, а в благотворительный фонд. Помогайте и вы. Данным «Бобром добра» мы участвуем уже не первый раз в благотворительной акции по помощи детям в лечении, покупке бобрика. Какая-то часть идет на благотворительный фонд на отчисление. Можете приобрести себе «Бобра добра». Раз в один-два месяца обязательно делаю какой-нибудь торт для того, чтобы помочь детям. Денег я, конечно, не беру. Все деньги перечисляют в фонд или иногда мы устраиваем аукцион, но опять же деньги уходят на счет, на человека, на которого мы собираем деньги. Дети ни в чем не виноваты. И болезнь, она может затронуть не только чужого ребенка, это может быть и мой ребенок. И если я помогу сегодня тому ребенку, то, возможно, в будущем моим родственникам или моему ребенку также могут помочь. Поэтому вместе понемножку можно сделать очень большие дела. Я просто хочу помочь. Просто когда ты видишь счастливых детей, родителей, когда ты делаешь мир просто добрее, чем больше добрее добра в мире, тем больше счастливых людей. И призываю всех, собственно, присоединиться к благотворительности, потому что каждые 50-100 рублей – это всегда помощь. Не оставайтесь в стороне, тоже принимайте участие. Мы уже с Вероникой анонсировали классный урок у водителя одной из школ. Собственно, сейчас и спросим, как учителя относятся к тому, что часть букетов 1 сентября дают на благотворительность, а не дарят учителям. У нас в гостях беломестная Светлана Анатольевна, классный руководитель школы номер 85, а также Поташкина Мария из 5 класса, Поташкина Полина, ее сестра из 4 класса, и Рогожникова Настя, тоже из 4 класса. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы знаем, что вы учитесь в замечательной 85-й школе. Я, кстати говоря, одно время там недалеко жила и знаю, насколько все вокруг любят это учебное заведение и просто стремятся в него попасть. И теперь, оказывается, понимаю, почему, потому что мне бы тоже хотелось, чтобы мои дети были настолько организованы и заняты делом. Мы знаем, что вы со своим классом делаете открытки для детей больных онкологией, правильно? Что это за акция, расскажите, пожалуйста. Да, расскажите, что это за акция и как вы к ней пришли. Это ежегодная акция, но акция «Дети и цветы», она витала в воздухе уже несколько лет. «Дети и цветы» это именно, которые на 1 сентября, да? Которые на 1 сентября. Да, да, да. И благодаря одному из родителей многие семьи нашего класса приняли участие в данной акции. И я скажу сразу, приняла подавляющее большинство детей и взрослых класса. А педагоги как этому относятся? Ну, я горячо поддержала данное предложение. И сразу скажу, что я ни капли не жалею о несостоявшихся букетах, поскольку... Ну, что для меня вот эти букеты? Я готова делиться радостью, я горда делиться радостью и заботой с подопечными, с теми, кто нуждается в этом. И вот быть частью истории маленького одного человека, ну, для меня это ценно и очень почетно. Мы знаем, что в вашей школе проходят уроки добра. О чем вы рассказываете на этих уроках? Уроки добра у нас проходят под разными углами. Ну, вот один из тех уроков, когда мы говорим о благотворительности. И детям рассказываем о том и разговариваем с детьми о том, как важно помогать тому, кто нуждается в нашей помощи, заботе. И самое главное, в нашем неравнодушии. И как дети реагируют? Дети очень открыты. Они готовы воспринимать все доброе. Ну, они молодцы. Ну, я думаю, что как раз-таки об этом добром. Самое время рассказать, что за плакат большой вы принесли. Или это такая ваша открытка, наверное, да? А то руки уже устали держать, нужно обязательно рассказать. Мы всем классом собирали открытки, приклеивали вот на этот большой ватман, чтобы получилась одна большая открытка для всех детей. Давайте открывать. А мы еще открываем. Какая прелесть. Какая красота. Дети – это счастье, дети – это радость. Дети – это жизнь и свежий ветерок. Их не заработать, это не награда. Их поблагодарить. Взрослым дарит Бог. Прекрасно. Такие добрые слова. Какие яркие, красивые. Я очень люблю детские рисунки, на самом деле. Вы огромные, молодцы девочки. Куда эта открытка отправится потом? Ведь ее не просто так дети рисуют, в ней тоже есть определенный смысл. Мы эту открытку передадим Ирине, и она уже направит ее ребятам, которые сейчас находятся в стационаре. Ирина Луговых как раз рядышком, поэтому, надеюсь, она еще не ушла, успеете передать. Вот как раз-таки это тот способ, когда можно поддержать нематериально, да? И своим детям привить тоже чувство заботы, радости, да? И умение жертвовать, и отдавать что-то дорогое для тех, кто нуждается. Спасибо вам за это. Спасибо вам. А что, кстати говоря, вот еще пазлы вы принесли. Что это такое? Расскажите, что за коробки? Это пазлы, которые мы купили всем классам и решили подарить детям, которые нуждаются. Это как раз-таки та самая коробка храбрости, да? Да, да. То, что дети будут получать после тяжелых медицинских... У нас сэкономленные карманные расходы. У нас есть очень замечательная позиция, почему мы стремимся помогать другим. Настя, расскажи, пожалуйста. Потому что мы все как одна большая семья, мы все как один организм. Если будет одна рука, то страдает весь организм. Поэтому мы должны стремиться помочь руке, чтобы весь организм снова бодрствовал, был здоровым и сильным. Вот таким замечательным вещам детей учат в 85-й школе. Как приятно это слышать. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Давайте перед тем, как будем подводить итоги нашего сегодняшнего марафона, мы послушаем, что говорят бывшие подопечные фонда, которые когда-то мы с вами собирали деньги. Спасибо вам большое. Благодаря вам теперь мои мечты сбываются. Я могу есть шоколадку, и скоро я смогу заниматься борьбой. Большое вам спасибо. Я очень хочу, чтобы дети из фонда были всегда здоровыми. Чтобы они всегда были счастливыми, чтобы у них всегда было хорошее настроение. Конечно, чтобы дети не болели. Конечно, иногда приходится терпеть ради этого боль. Хотелось бы, чтобы не надо было терпеть боль, просто дети были здоровыми. Наш марафон подходит к своему завершению. Длился он практически больше недели. Все время вы помогали нам собрать эту сумму, чтобы потом фонд мы вместе распределил ее тем детям, которые очень нуждаются в помощи. Я напомню, что общая сумма для сбора необходима для пятерых детей составляет практически 14,5 миллионов рублей. И вот часть этих денег нам с вами удалось собрать. А именно за эту неделю мы с вами и за время этого эфира собрали 623 750 рублей. Вы огромные молодцы. Спасибо вам. День защиты проходит для каждого, кто поучаствовал в нашей акции, в нашем телемарафоне. И мы напоминаем, что День защиты он проходит только раз в году. К сожалению, дети болеют круглый год. Поэтому жертвовать можно каждый день. Могут случаться в любое время. Поэтому фонд мы вместе, он продолжает свою работу. Не нужно ждать 1 июня, чтобы помочь детям. Есть возможность жертвовать. И тем более, что сделать это очень просто. На номер 3434 отправляйте слово «друзья» и через пробел укажите сумму. Например, «друзья» пробел 10 тысяч. «Друзья» пробел 100 рублей. Кто как может. Важна любая сумма, потому что даже небольшой взнос он направляется на помощь тяжело больному ребенку, которому нужна огромная сумма для лечения. Мы очень надеемся, что наш сегодняшний эфир смог вдохновить вас на помощь другим детям и на помощь тем семьям, которые попали фактически в трудную жизненную ситуацию, потому что собрать огромную сумму на лечение под силу далеко не всем. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что не остаетесь безучастными. Мы вас благодарим и увидимся в следующих эфирах, а именно завтра.